С каждым днём время всё больше и больше отделяет нас от страшной трагедии в жизни азербайджанского народа. Но мы никогда не забудем и всегда будем чтить память шахидов, отдавших свою жизнь в ночь с 19 на 20 января 1990 года. Трагические события, развернувшиеся на улицах Баку, навсегда останутся в нашей памяти. Советская армия штурмовала город Баку с целью разгрома Народного фронта и спасения власти правящей партии в Азербайджане. Операция получила кодовое название «Удар». Войска, применяя оружие, прорвали пикеты на дорогах, ведущие в город. В ходе уличных боёв солдат с ополченцами Народного фронта погибли мирные граждане. Жители города некоторое время оставались в информационной блокаде, так как после взрыва блока телевизионной станции телеэфир был отключён. Большинство бакинцев узнали об введении чрезвычайного положения только рано утром из объявления по радио и из листовок, разбрасываемых с вертолётов. Ввод в боку частей советской армии стал трагедией для Азербайджана. 170 погибших, около 400 раненых. Среди них мирные горожане, молодёжь, старики, женщины, дети. Не обошлось без жертв и среди военнослужащих. Таков страшный итог трагедии, произошедшей на улицах города в ночь на 20 января. Почти всё население Баку вышло 22 января 1990 года на общие похороны жертв этой трагедии. Герои борьбы за независимость были захоронены в Нагорном парке. В этот день прекратили работу, аэропорт, вокзал, междугородняя телефонная связь. Во все дни траура каждый час звучали сирены. День трагедии 20 января увековечен в памяти народа как день всенародной скорби. Долг каждого из нас помнить об этой трагедии и чтить память погибших. В память о жертвах у входа в аллею шахидов горит вечный огонь. Ежегодно 20 января мы посещаем аллею шахидов, отдаём дань уважения героям, погибшим за независимость нашей Родины.